Приветствую вас! Я бы сказал, что то, что вы пишете, то, что вы хотите сделать, то, что вы хотели бы сделать, это годится для одноразового такого размещения, для расслабления, может быть. Но если вам хочется реально свое одиночество преодолеть, то нужно ведь, понимаете как? Одиночество – это вынужденное состояние. Когда человек, как бы вот, не имея выбора, по его мнению, пребывает в одиноком состоянии. Одиночество – это всегда, всегда это что-то негативное для человека. Но, тем не менее, одиночество же означает, что у человека проблемы с самодостаточностью. И получается, что если человек, не обладая, как бы, приемлемым уровнем самодостаточности, то он зависим от другого человека, который может ему дать то, что не хватает ему, и тем самым избавить его от этого самого ощущения одиночества. Представляете, любая склонность к зависимости, любая склонность к зависимости, является негативным фактором для отношений вообще и для вас в частности. И чтобы подобного все-таки не было, необходимо для начала одиночество превратить в уединение. То есть, чтобы вы добровольно, по собственному желанию находились без других людей, чтобы вы не чувствовали в этом какого-то для себя негатива, чтобы, наоборот, это было для вас чем-то хорошим, чем-то интересным, и чтобы это для вас было, по сути, способом провести время. Для этого необходим личностный рост, для этого необходимо развитие, для этого необходимо понимание того, кем вы хотели бы себя видеть, и что вам интересно, что вам нравится и так далее. если говорить про найму с одиночеством, то здесь важно отметить такой момент, что, как бы, в том месте, где вы хотите провести время свое, ну, вы вряд ли встретите людей, которые действительно и реально помогут вам с этим одиночеством справиться, и вряд ли вы встретите людей, которые помогут вам его перешить. Это самое одно что. Потому что там редко бывают люди достаточно серьезные. Да, приходят отдохнуть, расслабиться, провести время, может быть, да, там, и интимные отношения без обязательств. Ну, это, конечно, есть, имеет место быть. Но как и в качестве борьбы с одиночеством, это, вообще-то говоря, не самый хороший для вас результат. Это не самый хороший для вас вариант. Опять же, почему? Потому что, во-первых, вы нуждаетесь у людей. Вы сейчас что-то потеряли, скорее всего, после развода. И вот как раз по этой причине, по причине того, что вы что-то потеряли после развода, вас и тянет к тому, чтобы восполнить то, чем вы нуждаетесь. Правда в том, что это нужно выявить, то, что вы потеряли, и для себя достичь самостоятельно так, чтобы не нуждаться в других людях. Для этого необходимо, еще раз повторю, личностной расти. Без личностного роста нельзя говорить о том, что вы сможете достойно построить новые какие-то отношения, которые бы вас удовлетворяли, целиком и полностью удовлетворяли бы. Вот так можно ответить вам на вопрос. Также следует помнить, что развод сам по себе является достаточно серьезным, психотравмирующим обстоятельством в жизни любого человека. И очень может быть, что вы его до конца не пережили. Человека не отпустили, обиды не забыли, и они продолжают вас удерживать, по сути дела, в прошлом. То есть весь брак ваш, который сейчас закончился, это уже прошлое. Но из-за обид, из-за негативных эмоций, вы продолжаете этим прошлом жить. Стараюсь его заглушить в себе вот этими какими-то развлечениями, которые лишь дадут вам временное облегчение и не более того. Понимаете, вам нужно и опыт извлечь из развода, и понять, что то, что произошло, это все к лучшему. Что если мы развелись, и если вы не любили друг друга, то вы вряд ли могли бы сделать, опять же, друг друга счастливыми. А если кто-то из вас любил, но все равно вы развелись, значит, без друг друга, кто-то из вас будет счастливее, и это тоже нормально. Здесь нужно отпустить. А если есть личная сторона, личная заинтересованность в этих отношениях, которая, по сути, сейчас и двигает вас на посещение баров, то ее нужно восполнить. Правда здесь в том, что желание ваше не нуждается в подавлении. Подавлять их не стоит. Но правильно удовлетворить, правильно, то есть не через другого человека, а напрямую, вот это необходимо. И когда вы это сделаете, вот тогда вы сможете не бежать от одиночества, как вы делаете это сейчас, а идти к нему навстречу, не боясь его при этом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok